Всем привет, доброе утро, мои хорошие. Сегодня суббота, я с утра проснулась и быстрее, быстрее собираться. Некогда было даже с вами поздороваться, начать новый блог. Я сейчас приехала со внучкой на тренировку, забираю ее, и сегодня целый день она будет у меня. Я успела вовремя, они еще занимаются. О, моя Настюша там пируэты выписывает. Ну все, сейчас подожду, одеваемся и домой. Молодец. Обратно. Молодец, молодец. Всем привет, мы уже пришли домой. Сейчас чуть-чуть подышим свежим воздухом и будем подниматься, да? Да. И я только из тренировки. Сейчас мы домой придем и сейчас все еще снимем, и потом много видео будем снимать. Ай-яй-яй. На улице, в общем-то, тепло, но ветерок. Но здесь мы за домом стоим, здесь не очень сильно дует, да, Настя? Ну да. Поэтому решили чуть-чуть постоять, чуть-чуть подышать и будем подниматься домой. Мы только пришли домой, бабушка давай сходу готовить. Утром поздно проснулась, поздно уснула, поздно проснулась. В общем, котлетки у нас сегодня будут на обед, пюрешечка и салатик, помидорчики, огурчики и со сметанкой. Так, пока бабушка готовит, Настюля тут уже нарисовала рисунок, такое цветное дерево, красивое, разноцветное, да? Уже одела бабушкину вот эту повязочку. Но мы сейчас ее красиво оденем, что-то от ее некрасиво одела. Ну все, наш обед готов. Все, Настюлечка, приятного аппетита. Приятного аппетита, если вы смотрите за столом, тогда вам тоже приятного аппетита. Умница. Девочки, вот этот пазл я покупала в фикс прайсе. Вот что мне тут не нравится, то, что здесь вот эта снежная королева, вот мы ее разобрали, да, по этим самым. А нету картинки для того, чтобы на нее посматривать, как она должна выглядеть. Потому что здесь уже идет другая картинка. А на нее нету пазлов. И вот это вот совсем непонятно. Как снежную королеву тут сложить, если нет картинки, на что посмотреть. Картинка, она вот тут вот есть, но она очень мелкая, ее не разглядишь. Вот это вот. Так что, ну, мне лично этот пазл что-то не нравится. Ну вот, нам удалось наконец-то сложить эту картину. Ну, хорошо. Мы теперь сообразили, как правильно ее складывать. А тут все написано, смотрите. Да там ничего не написано, Настя. Там просто картинка, но она очень... Тут еще есть кукол-колол. По цвету еще вот это вот подобрали. В общем, все сложили. Смотрите, что тут еще есть. Вот так можно тут даже вот эти собирать. Ну, это маленькие такие, да? Их легко собрать. Ну, это легко, и там из двух штук, да. Ну, ладно, ладно, нормальные, хорошо. Это чтобы ручки сообразили, как делать. Ну, давай складывай, давай, самостоятельно. Сейчас, все, пойдите. Все, пазл сложила. Все сложила, все хорошо. Молодец. Переводить. Вот так вот у нас день проходит сегодня. Девочки, смотрите, постепенно у нас начинает появляться рисунок. Но мы еще частично сделали. Сначала Настя делала, я ей чуть-чуть помогала. Ну, я потом у нас, бабушка мне купила две игрушки. Пазл мы собрали, только опять сломалась. И смотрите, какая коробочка, и как должна получиться. Да, вообще, вот это, честно говоря, долгоиграющая игрушка. И можно заниматься этим каждые выходные, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и потом будет такой красивый, яркий рисунок. Тут еще есть всякие еще. Мне больше нравится вот этот вот одинорожка. Ну, у нас здесь такая картинка, они бывают разные. Когда мы эту сделаем картинку, купим другую. Будем делать другую. Так, все, мы решили поужинать. Настя сосиску с картошкой, с салатиком она изъявила желание. А я буду жареную рыбку. Я вчера рыбу жареную купила, два стейка, вот таких больших. Вот, и один даже не доело. Но Настя рыбу не хочет, поэтому рыбу только я буду есть. Все, любимая Настя на печенье, посиделкина, овсяная с изюмом, да? И чаечек. И мультики. Все, что нужно, да, внуча? Все, внуча замолчала. Устала уже играть, да, Настюля? Уже наигралась и тем, и другим, и третьим, всем чем угодно. Девочки, дочка принесла мне, привезла сейчас мне только что. Мой заказик с Фаберлик. Я быстренько спустилась и поднялась. Настя даже не успела глазом моргнуть. Говорит, ты только вышла и сразу зашла. В общем, распаковываем. Настя уже не терпится посмотреть, что там бабушка заказала себе. Ну, посмотрим давайте, что я там заказала себе. Это пакет. Вот, что я ждала, это, девочки, зеркало. Вот такое зеркало, я вам сейчас покажу поближе, с подсветочкой, на батарейках. Я уже приготовила 4 батарейки, я знаю, что здесь надо 4 батарейки. Вот такое, смотрите, девочки, зеркало запакованное. Давайте распакуем, посмотрим, что внутри. Внутри есть проводочек. А, здесь USB-шный проводочек. То есть это можно даже не только на батарейках, но через USB. Хорошо. Так, еще это зеркало, как я там почитала, оно как коробочка. Видите, оно складное, компактное. Так, посмотрим, как оно тут. Вот так. Зеркало двухстороннее. Здесь одно есть нормальная одна сторона. Так, а другая сторона, а, другая увеличивает сторона. Увеличительная. Вот так. Ой, как хорошо, я так крупно себя вижу. Теперь можно бровки мне выщипывать и даже не использовать очки для этого. А еще вот здесь вот, видите, такие ячейки. Тут можно положить губную, там еще что-то. Такие вот подставочки. Что-то хранить, может быть, даже можно. Так, а куда у нас батарейки втыкаются? По идее, где-то здесь. Это кнопочка включить, выключить, наверное. Так, а вот здесь, наверное, батарейки. Четыре батарейки я там читала. В общем, сейчас посмотрим. Все, девочки, я поняла. Вот эта обратная сторона, вот эта здесь открывается. И сюда нужно положить четыре батарейки 2А. Большие, пальчиковые. Так, ну сейчас мы это дело сделаем. Хорошо, положим. Так. Плюсы, минусы куда? Надо еще увидеть. Так, вроде батарейки я туда воткнула. И мне хочется посмотреть, как работает эта подсветка. Тут вот кнопочка есть. О, ой, как здорово! Светит, да, Настя? Светит. Классно. Я не думала, что тут клейка подсветка. Вот такая вот красивая подсветочка. Так, здесь наш потолок отображается. Светит довольно сильно, очень даже хорошо. Ну-ка, сейчас я посмотрю, вот эта вот увеличительная сторона. Так. О, подсвечивает здорово! Я прекрасно вижу прям свои бровки. Кстати, надо подщипать уже бровки. Все, мне нравится. Так, ну только вот оно... Оно никак здесь... А, оно еще крутится. Вот так оно, по-моему. О, оно так крутится. О, как здорово! Я думала, что оно не крутится. Так, то есть можно вот так его сделать. А можно его повернуть. Вот так. Сделать вот так, как удобно. Очень здорово! Все, я довольна этим зеркалом. Прямо оно превзошло, мое ожидание. Девочки, а что это, как вы думаете, такое? У меня вот этот заказ, на каждый заказ 70% скидка есть на один предмет. И вот я решила, наконец-то, взять вот эти патчи в коробочке. Там патчи для глаз, их 60 штук в одной коробочке. Давайте откроем, посмотрим. Это океан. Тут водоросли там какие-то, вот что-то такое. Я уже думала, ну хорошо, раз уже есть такая возможность на 70% скидку взять. Они не дешевые эти патчи, сразу скажу. Они, по-моему, 1200 стоят без акций. Ну, по акции вот минус 70%, они мне недолго сейчас попались. Так, что у нас? Океан. Неразгаданная тайна. Открываем. Вот, тут еще такая есть лопаточка, чтобы поддевать патчи. Откроем, посмотрим, какие они. О, смотрите, их тут много. Вот они лежат, такие зелененькие. И вот их здесь в коробочке 60 штук. Они лежат в своей вот этой вот жидкости. Влажненькие. Вот они. Я не буду сейчас доставать. Хотя, почему бы нет? Почему бы нет? У меня есть зеркало, у меня есть патчи. Сейчас сделаем. Вот такие вот патчи. Их, в принципе, можно ложить и так. Ой, я прям две штуки взяла. И так ложить можно. И так, смотря с какой целью. Там даже на коробочке написано, можно вот эти вот складочки на них положить. Можно, если мешочки убирать, вот так ложить. Можно наоборот перевернуть. На вот эту вот зону, там складочка, если межбровная есть. Вот. Ну, по крайней мере, можно теперь патчи не экономить. Просто брать вот так. Раз положил. И наслаждаемся. Красота, да? Еще, девочки, взяла я мицеллярную водичку. Это вот эта вот кислородная водичка. Ну, решила вот взять такую. Думаю, у меня кислородный и бустер есть, и кислородную пенку взяла. Думаю, пускай у меня будет мицеллярка тоже кислородная. Вот такая вот она. Так, а это что? Глобал Оксиджен. А вот это, кстати говоря, из той же серии Глобал Оксиджен, которую я показывала вам предыдущие еще два заказика. Я просто в каждом заказике что-нибудь одно беру из вот этой вот серии. Так, посмотрим, что тут у нас. Что-то я не могу приоткрыть. Открыла. Вот такой вот крем. Кислородный питательный крем для лица. Но тут не написано дневной или ночной. Значит, мне кажется, он подойдет и на день, и на ночь. Но я в основном, у меня заканчиваются быстро дневные крема, поэтому я хотела дневной. Ну, значит, это можно днем и ночью. Ну, вот он такой. Сейчас попробуем. Запаха он не имеет никакого. Ну, такой мягкой, мягкой текстуры. И кожа становится мягкая. А запах, легкий такой запах, есть такой свежести, приятный запах. Мягкая сразу кожа становится, классная. О, если той пенкой умыться, потом еще этим кремом намазать. Вообще будет просто мое лицо получать удовольствие. Я довольна этим заказиком. Просто, просто, просто. Просто довольна очень. Здорово. Так, ну и еще, девочки, заказала ультракондиционер для белья, два в одном, арома, арома, перус. Ароматерапию я брала в прошлый раз, но там был другой цветочек, а сейчас орхидея и кашемир. Но такие вот концентрированные кондиционеры, вот с этими цветочками, они такие нежные. Такой запах, если даже вот белье в комнате сушится, такой приятный запах, освежителя не надо. Он даже нежнее, чем освежитель, приятный. Поэтому я тот уже использую, последний, и вот сейчас и взяла, пускай будет. Два в одном, а что значит два в одном? Это суперконцентрация, уникальными аромокапсулами против неприятных запахов, интенсивная свежесть и смягчение белья, легкое глажение, глажение или глажение, не знаю. В общем, понятное. Ну, все понятно. Такой хорошенький. А еще, девочки, решила я все-таки взять, сколько раз смотрела, но все-таки решила взять вот этот вот крем для очистки металлических поверхностей. Но у меня посудомойки нету, иногда бывает кастрюлю надо помыть или вот кран на умывальнике. Ну, вот металлические поверхности вроде бы мягко удаляет загрязненные, загрязнение, не царапает поверхности. Ну, хочу я попробовать, и это, кстати, когда я буду тестить, я вам обязательно в каком-нибудь из влогов покажу, каков результат, как быстро это действует, нужно ли делать какие-то усилия, или это все легко сходит. В общем, это мы с вами протестим еще в другой как-нибудь раз. Вот, ну, в общем-то, небольшой такой заказик, хотя все очень такое нужное, важное и не дешевое. Ну, и вот такой вот каталог, это уже на следующий период, это уже каталог на четвертый, четвертый каталог, это с 8 марта по 28 марта. Вот, а то, что сейчас у нас каталожный период, это как раз вот до 8 марта можно заказывать из того, что я заказала. Ну, много чего другого тоже есть там на сайте в разных категориях. Так, в общем, ссылочку на сайт Фаберлик я оставлю внизу, проходите по ссылочке, посмотрите, что-нибудь выберите, там и одежды очень много, ну, у меня слишком большой размер, там больше так на молодежь, и, в общем, я одежду не люблю выбирать, ну, больше всего мне нравится выбирать вот какие-то косметику хорошие. У меня, кстати, вся косметика, парфюмерия, все, у меня от Фаберлик уже давно. Вот такой вот обзорчик я вам сделала. Девочки, мы решили немножечко поиграть в парикмахерскую. Косичку сейчас заплетем, причешемся, да, Настюня? Поменяем прическу. Я у Насты спросила, папа умеет косички заплетать? А Настя говорит, нет, не умеет. Ну, я не знаю. А из двух, из трех не умеет папа заплетать? А из двух папа умеет, интересно, заплетать? Сейчас я специально для пап, наверное, покажу, как можно заплести косичку из двух, если из трех сложно. Смотрите, волосы делятся на две части, вот так. И потом закручиваете, так, эту внешнюю сторону, эту внутреннюю сторону, и заводите вот так вот, раз. Вот эту налево, вот эту тоже налево. И заводите, вот так. Оно тогда будет держаться. Вот так, раз, и завели. Так. Очень просто тогда заплетается косичка из двух, ну, если волосы на две части поделить. Вот, все. Косичка будет держаться, она не будет распадаться. Понятно? Видно? Вот, эта косичка выглядит вот так вот, из двух частей. Резиночку одели, все, она не будет распадаться уже, потому что каждая прядь закручена. Все, будет держаться. Хочешь, можем так оставить, Настя. Как? Вот косичка из двух, видишь? Так, ладно, еще, я сейчас покажу папе, теперь как из трех частей делать косичку. Твоему папе и другим папам тоже. Волосы сверху так собрали, все, расчесали полностью, чтобы это было хорошо расчесано. Теперь делим на три части, волосы раз, и это на две части. И потом внешнюю сторону всегда кладем между вот этими рядами. Положили, вот это вот вытянули. Внешнюю сторону ложим в середину. Придерживаем. Внешнюю сторону в середину. Внешнюю сторону в середину. И так дальше. Если потренироваться, то все прекрасно получится. И потом уже будет все это заплетаться очень быстро. Все. Вот так и получается косичка. Вот такая вот симпатичная. Все. Раз-раз и готово. У меня тоже когда-то была коса, когда я в школу ходила. Да и потом по молодости были длинные волосы. Но, правда, я косы потом уже не заплетала. Вот мы всю эту резиночку надеваем. И у нас все готово. Все. Вот такая вот получилась у нас косичка. Ровненькая и красивенькая. Волосы не будут ребенку мешать. Вот и все. И тут собрали. Все. Никуда ничего не мешает. Папа, я тебя люблю. Это что? Так. Ну вот мы еще немножечко решили такой салон маникюрный, да, устроить. Что я делаю? Уже забыла каким пользоваться. Я давно лаком не пользовалась. Давай мы с тобой вот это повытираем без образия. Мы тебе накрасим другой лак. Бабушкин любимый. Ты больше любимый? Ну, мне нравится то, что он такой, ну, симпатичный, легкий. В то же время он держится долго. И он не засыхает. Вот у меня давно он не сохнет сам по себе этот лак. Вот. И что, его нельзя трогать? В смысле нельзя? Почему нельзя? Он же не засыхает. Нет, он в пузырьке не засыхает. Давай. Вашу лапу, мадам. Вашу ручку. Мадемуазель. Мадемуазелька. Мадемуазелька. Вы сейчас смотрите, ну, магазин, где там ногти делают. То есть салон красоты. Салон красоты. Мне уже вон косичку сделали. Косичку сделали. Теперь сейчас мы тебе ногти сделаем красивые. Да, длинная коса. Вот, как говорится, чем можно заняться с ребенком в выходной день? Ну, не такой же выходной, потому что у меня же была тренировка. А вот завтра будет очень много. Ну, была тренировка. Все равно. У тебя утром была тренировка. Я тебя забрала с тренировкой. Целый день мы с тобой дома. Я тебя в 12 часов утра, ну, как бы дня утра, в 12 часов, это еще утро, можно бы рассказать. Вот завтра будет очень выходной день. Потому что завтра ничего, ни садика, ни тренировки, ни работа, только мама работает. Завтра у тебя и мама, и папа выходные. О! Да, завтра вы всей семьей выходные. Так что вот так. Может быть, будете дома, может быть, куда-нибудь пойдете, поедете. Не знаю ничего, что вы будете делать. Ну, во всяком случае, мы с тобой тут дома целый день рассидели. Смотрите все мои видео. Смотри. Может быть, очень весело. Вот такой вот лачок. Оп. О, какой, смотри, симпатичный цвет. Приятно. Да? Короче, мама, папа придут, красивую заберут, Настю у меня. Сытую, довольную, да? Ну, вот, вот так вот, красивые ногти теперь у нас. И лак симпатичный, свеженький, да? Платень. Платень. Чем еще заняться нам? Мы уже не знаем, чем нам заняться. Хотя, чем заняться? Скоро уже меньше часа осталось, твои родители приедут. Оп. Ну, вот и все, мои хорошие. Мы сегодня с Настей попытались вас немножечко развлечь, да? Показать, чем мы занимаемся, как мы играемся, что мы кушаем. В общем, как мы проводим свой досуг, да? Выходной, субботний день. Вот. А сейчас наше время подошло к концу. Скоро за Настей уже приедут родители. Заберут ее домой. И будем, баеньки, будем спать. Да, Настя, Оля? Все. Подую так. Чтобы быстрее высохли. Ну, все, Настя, ты что-нибудь скажешь напоследок подписчикам моим? Всем поставляйте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока и спокойной ночи. Я всех вас уважаю и люблю. И бабушка тоже. Пишите комментарии. Пишите для Настей. Я для нее почитаю, если какие-то комментарии будут хорошие. Плохие комментарии Насте не пишите, а то она расстроится. Ну, плохие я удалю. Ну, все, девочки. Спокойной ночи. Девочки. Ну, на этом я, пожалуй, видео свое закончу. В общем, мы сегодня сняли весь наш день. От начала до конца. И я думаю, что уже наснимали там достаточно, чтобы долго не монтировать. Пусть это будет видео не слишком длинным. Ну, в любом случае, мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, кому понравилось видео. Пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok